Доброе утро! У нас в новом сезоне Будем сегодня хвастаться Ты, твои коллеги, друзья То есть соратники по группе Там у вас целый весь человек Написали нам джингл и музыку для нашей программы Ну да Написали, но это еще не все У нас еще не было клипа, то есть пока у нас только фоном Минусовочка играет, такая прям бодренькая Я люблю там такие дудки Там эти тромбоны Давай напоем, у нас будет музыкальный будильник Ну а мы прям так сейчас еще разбудим Вот этой самой утренней песенкой Что-то там Припев кто-то там пойдет Доброе утро, счастливого дня И дальше не помню слов я Блин, классно Скоро в нашем эфире, в эфире утреннего канала В музыкальном будильнике Можно будет эту самую песенку Крепец, который мы там запишем Увидеть, услышать и бодриться вместе с нами Ну мы сегодня конечно поем Мы рассказываем обо всем, обо всем И готовим завтрак У нас сегодня специально для тебя, Эдик Мы в общем такой прям рецептик Попросили ускать эти самобранки по плотничкам У нас сегодня запеканка Сейчас точно скажу штуку, интересное название Запеканка из рубленой говядины С кабачками и сыром гауда Уже ей захотелось Говядинка, молоко, панировочные сухари Сырок, тимьян, лучок Здесь у нас, а это что у нас, что у нас, что у нас Это паста И остатки продуктов, что мы тут еще не достали То, что оставаться вчера У нас будет кабачок И корень, яйца Ты вообще как, как к завтракам Ты вообще когда ложишься спать, когда просыпаешься Потому что вот я знаю, что у музыкантов жизнь такая Что у вас, то есть вы ночные на такие птахи Спать ложимся редко Редко? Да Судя по твоему красному голосу Ты вообще себе спал? Не особо, не особо, но нормально То есть у вас постоянно Я что-нибудь смогу сделать, приготовить что-то смогу Хорошо Что мы сделали? В первую очередь мы уже греем на духовку И будем сейчас с тобой А, чтобы нам не обидно было Кружочками Что нужно будет сделать? Нарезать кружочками Просто? Кружочками И не чистить его? Да он молоденький же, цукини Да? Да Так что мы не чистим Вот таким? Ай, ты же творческий, вот как видишь Так и режешь Ну главное, что пропихлить с другой стороны Так что сильно крупными колечками мы не режем На самом деле идея музыкального будильника родилась как? У нас есть наш суперпродюсер Аня Алумова Доброе утро, Анечка, кстати Она знает вас всех Всех вас любит Со всеми вами дружно И с вами в том числе С группировкой Skype И говорит А давайте-ка мы музыкальный будильник За будильнем Говорят, есть у меня ребятки Которые готовы У нас вот самая первая песня Это была Мамба Мама Ваша Вот И мы такие Да давай Да давай споем Можно сказать, что уже наша Мама Ваша, да И А потом такие Такое предложение поступило Написать нам какой-нибудь джингл То есть Персональный для утра И в общем Такие все счастливые Довольные И вообще Мы сейчас послушаем Взбодримся И продолжим Готовить Хорошо Оставайтесь с нами Всем доброе утро Всем привет С вами группировка Skype Всем прекрасного настроения Раз Раз Два Раз Два Мальчик пипал, дуду пипал Дуду пипал Дуду пипал Дуду пипал Ча-ча-ча О-о-о Пусть какие-то писяныш есть у меня Я переору любого соловья Я старый металист, тусовщик из телега А сейчас будешь злая и матерая соляга Ча-ча-ча Мальчик пипал, дуду пипал Дуду пипал Дуду пипал Дуду пипал Ча-ча-ча О-о-о Мальчик пипал, дуду пипал Мальчик пипал, дуду пипал Мальчик пипал, дуду пипал Ча-ча-ча Капитки писяных есть у меня Пусть я пьяный жопу, как последняя свинья И пусть уже в домах не стоит моя снега А щас будешь злая и матерая соляга Мешт пипал, воду пипал Воду пипал Воду пипал Воду пипал Мешт пипал, воду пипал Мешт пипал, воду пипал Мешт пипал, воду пипал Я пою, а ребята играют Не попадают, друг друга бывают Пускай в вашей музыке много изъян Давай солягу, давай Тиман Вышел на сцену и взял микрофон Всем знали, поняли, это же он Он эталон красоты, ну конкретно Кто же готова? Ален Делон Громчему зоны, ремни пристегните Где бы, в каком бы вы не были, в сети Для всех, кто в зале и на танцполе Время пришло оторваться с пола Мешт пипал, воду пипал Воду пипал Воду пипал Воду пипал Ча-ча-ча! И я тебя попрошу нарезать ручок. Ну, кто же у нас... Лук? Да, исполнитель. У вас, вы же группа такая необычная. Я бы так сказала. Для Барнаула вы такие прям, такие звездочки. Что у вас в репертуаре? Где вас можно послушать? В городе Барнауле... Так, скажи мне сначала... Колечками, так, полукольца. Все. В Барнауле мы работаем с Хэри Лемоном. То есть в Барнауле, в принципе, только из заведений, только с ними. Ну, и какие-то банкеты там, вечеринки закрытые, да? Да. И ваш репертуар, я вот к чему веду-то? А сошлась, мама была на Утре, да? Мы работаем как шоу-пародия на группировку Ленинграда. И очень хорошо получается. Прямо... Искременно так. Прямо так, блин... Столько народа собираете всегда. Мы стараемся. И причем вот в отличие... А, вот дай его. У вас как бы такое, ну, вот из лиц, как бы, состав-то одинаковый. То есть девица у вас, солистка, несменная, всегда там в микрофон, там высокие ноты берет. Знаешь, то она вот еще это. Вот и... да. Жена твоя? Да. Будем привет передавать. Да. Как зовут Барыш? Маш. Маш, доброе утро. Он не где-то шарится. После концерта он заехал на Катуни для того, чтобы приготовить запеканку. Ну, по утрам. Да. Что тебе Маш готовит? Какие у вас завтраки? Каша, каша, каша. Ты ешь кашу, да не поверю. Я ему предка, но ем кашу. Ты там на пальцах сейчас, на пальцах ногах скрестишься? Скрестился, но не завтрак. Нет, нет, она у меня любит кашу, она готовит кашу. И вот по завтраку так, как бы мы и кушаем. А вообще, ну, вот ты вот приехал с концерта, ваше утро во сколько начинается? Утро лидера в группировке из Каи? Мы же, как сказать, мы же приезжаем. Ну, если мы в Барнауле играем, мы там часа в 4 утра приезжаем домой. Сколько игрокните? Да, по-разному. По-разному? Иногда не вожжим. Потом на репетиции. Каждый день у вас репетиции? Вообще, как вот вы как часто собираетесь? У вас есть скрипачка такая? В вторник-четверг. У нас идут репетиции, пятница, суббота, как правило, выездные. То есть, это сейчас вот, это Кемерово. В Кемерово мы ночуем, едем в Томск. То есть, вас любят, то есть, кемеровчане, кемчей? Да. А сколько ваши концерты длятся? Есть там 50 минут, там по 2 часа. Ну, 3 выхода идет, где-то минут по 35, по 45. То есть, полтора часика, да? Там даже больше, чем 2 часа. А вы райдеры, допустим, попросили вас с Кемерово выехать? И ты говоришь, так, что вы были золотые унитазы в номерах и шуба мне соболеть, пожалуйста. У нас просят какой-то райдер, но вы же исполнители вас знают, как бы думают, в сибирском регионе. Райдер есть определенный, но еще никто его не предоставлял, если честно. То есть, нам нужно все проще, небольшая гримерка, где можно было поддать. То есть, вы прям такие простецкие парни, девчонки, без запедрюжа. Да, да. А сейчас мы смотрим еще одну рубрику, после которой продолжим готовить. Самое вкусное и интересное еще впереди. Оставайтесь с нами. Доброе утро! С вами рубрика «Домашние животные» и я, Катя Варкентин. Каждую неделю мы ходим в гости к домашним питомцам и их хозяевам. И рассказываем вам их пушистые истории. На этой неделе мы пришли в гости к Елене Литвиновой и ее питомцу Асе. Ася – собака-компаньон. Будто настоящий ребенок спит с Еленой и ее супругом. Даже просыпаются иногда на одной подушке. Особенно любит прогулки по вечерам. У Аси много нарядов на любую погоду. И, конечно же, любит внимание маленьких детей. Обнимашки, целовашки – это все ее. Мама, поцелуй? Хорошо, целуй. Но без маленьких хитростей Ася не обходится. Команды выполняет только за лакомство. Дай вам. Другую. Айша. Ой, ой, посидит, она не может. На, держи. Танцует вальс, ходит змейкой, но больше всего любит выпрашивать сыр. Проси, проси, проси. Проси, проси, проси. Проси, 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 проси. Вот какая ты молодец. В ежедневный рацион бешона входит корм и натуральная еда. Говяжья печень и легкая. Как и все собаки, Ася любитель погрызть косточку. Самое неприятное занятие для питомца Елены Литвиновой – расчесывание. Для французских баллонок этот процесс очень важный, так как шерсть на голове должна стоять шариком. Лен, как ее расчесывать правильно? Ну, в целом ничего сложного нет, главное должно быть две расчески. Вот эта, она основная, то есть она прочесывает все колотуны, если не дай бог они образовались, но такого доводить не надо. Вот, редкий гребень мы, как правило, реже используем. Какой стороной? Вот этой, вот так. Ну, вот берем, чтобы ей не было больно, вот здесь у корня, чтобы она, ну, как можно меньше, да, чем у столова. Ну и в конце вот обязательно пуха дёрка. Ну, то есть ей мы уже больше наводим такую красоту воздушную сделать. Ну что, красотка? А делать это надо часто. Хозяйка Ася планирует разводить потомство бешонов, поэтому и приняли участие во всероссийской выставке в Новокузнецке, где Ася получила отличную оценку и стала лучшей девочкой в своей породе. Жюри отметили ее идеальную стрижку и ухоженность. Сегодня собак породы бешон-фризе можно встретить по всему миру. Их прямые предки – тенерифские баллонки, распространенные в эпоху Возрождения. Тогда их успешно использовали для ловли крыс, в том числе и в корабельных трюмах. Сегодня эти воздушные курчавые питомцы – домашние друзья и верные товарищи. А мы продолжим. У нас сегодня такое музыкальное заспадное утро, потому что кто-то сегодня еще даже и не просыпался, и не ложился, и не просыпался. Я тебя прошу, ты знаешь, вот прям вот с этой штуки. Знаешь, букет тебе, даже серьезному мужчину сыроку, букет, оборвать листочки с темней на палочке. Ну да, вот такая она сароматная, говядинка, всякие такие специи любит, а я сырок натру. Слушай, наверняка какие-нибудь были, там, на концертах какие-нибудь курьезы? На концертах? Ну да, какие-нибудь фанатки, лифчики у вас, плавки кидали. Да нет, мы же с женой работаем, поэтому какие там лифчики? Ну, как бы она, как бы, жена женует, а лифчик-то может и полететь, знаешь, как бы, девки-то такие у нас. Нет, нормально, нормально. У нас, как бы, все адекватно на концертах происходит, потому что, как бы, ну, скайф, это, наверное, знаешь, такой антибиотик от повседневной жизни. Люди замотанные приходят, просто забывают вообще обо всем вокруг, наслаждаются, пляшут, танцуют, веселятся. То есть, как бы, вот, все позитивно проходит на концертах, на самом деле, невзирая на то, что, как бы, музыка довольно-таки агрессивная, да? Ну, слушай, она такая, прям, танцевальная, такая, знаешь, прям, выплеснуть из себя, вот, ну, знаешь, такой, там, начальник на себя, это как на той картинке с котом, там, в итоге потом собака за задницу упустила, того, кто кота обидел, да? Как бы, вот, вот, ах, вот, выплеснуть, вот, там, кто, Виктор, какой-нибудь, там, Семенович, Семен Петрович, какой-нибудь, а тебе, там, вот, под одну песню, там, теща нелюбимая, там, дома, что-нибудь, там, такое, прям, энергетическое. Картина была такая, значит, работаем, и я краем глаза вижу, сбегает мужик, ну, мужчина, там, лет, ну, 50, такой, солидный, в галстук, в штаны, как бы, ну, это костюм на нем, все, забегает, подбегает к барной стойке, берет бутылку водки, открывает ее, так, из горла, поставил, галстук, и танец, все, мужик пришел с работы, то есть, он пришел, отдохнул. Мне кажется, у нас, вот, новый сезон, так вот, ну, на рельсу встанет сейчас, в общем, он такой, говорит, я ее знаю, я там такая, знаешь, такая, Эдик, вырубай мою утреннюю, я буду сейчас зажигать, приходят, отрываются, такой, антибиотик, антистресс, да, в общем, некий валидол, язычок, да, слушай, вообще, как родилась идея-то, почему скайф? Ну, мой друг, один самый мой хороший друг, Володя Родоневич, он такой, ну, мой друг, да, он мне, он мне подкинул одну идею, он мне сказал, говорит, эй, музыка, это музыка, но у тебя получается пародировать, поэтому занимайся вот этим лучше, ну, все, отворчество шнура мне всегда нравилось, да и когда мы организовывали все это, мы даже не надеялись на то, что у нас вообще на какие-то площадки будут выпускать, то есть, как бы, многие, кто говорили, ну, это гибло, чисто для себя, чисто для себя. Ну, понятно, это прожелатели, которые прям подбодрят, прям вообще путь прудит, а ты? Ну, и что, и через полгода мы уже вылезли, выступали, это был Барнаул Бэнк, первый проект, он тоже был, ну, как бы там, помимо еще Ленинграда, были еще там, ну, другие песни. И через полгода мы вышли уже на праздники города Мы. А сейчас мы смотрим еще одну рубрику, после которой продолжим готовить самое вкусное и интересное еще впереди. Оставайтесь с нами. Сегодня мы с вами поговорим о рисе. Существует много видов, если по простому, то белый, красный, бурый и множество других. Ну, а есть классификация, например, касаемо белого риса, есть басмати, индика, кубанский и много других. Давайте разбираться, в чем же дело. Ну, начнем с белого, самый распространенный рис. Здесь полно видов, но суть одна. В чем отличается, смотрите, время варки, длина. А также самое важное, это полезные свойства, да, так сказать, аминокислотный профиль. Везде он разный, например, бурый и белый. Ну, поговорим о белом. Рис вообще мне очень нравится, это вкусный продукт и полезный углевод. Многие относят его к разряду быстрых углеводов, но это неправильное осуждение. Если разобраться, то отличается по гликемическому индексу. В белом рисе примерно 40 гликемический индекс равен. Например, в том же буром, там уже другое, я скажу чуть позже. Так же можно приготовить рис. Ну, самый простой способ, это его отварить, да. Не стоит его ужаривать в масле, как многие любят, это дополнительные калории. Оптимальный вариант со специями отварить. Немножечко недоварить я люблю, как на зубок. А вот, только макароны. Ну и есть его можно просто, можно с гардиром соуса. В общем, это хороший вариант для завтрака, вы получите необходимые углеводы и энергию на весь день. С белым рисом все понятно. А теперь перейдем к бурому. Так, 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 а вот и бурый рис. Ну что, давайте разбираться с буром. А чем же он отличается? Как я сказал, по гликемическому индексу. Ну, это для тех, кто понимает разницу, да. А я объясню. Скорость усвоения, посредственно, пищевого продукта, да. Также здесь отличается аминоксотный профиль, который наполняет ваш организм. Ну, а теперь поговорим о простом. Вкус. На мой взгляд, я его ем чаще, но он намного хуже. Во-первых, нужно долго варить, 30-40 минут, чтобы он разварился. Во-вторых, вы поверьте, у него специфический аромат, не очень приятный и понравится не каждому. Но про вкус я вообще молчу. В общем, если вы заядлый ппшник или просто крутой, тогда этот рис для вас. Если же нет, ну и вы просто хотите быть здоровым и правильно питаться, можно ограничиться белым. Ну, в заключении следует дать рекомендацию в приготовлении. Как я уже сказал до этого, оптимальный вариант это просто его отварить в подсоленной воде. Ну, а касаемо специй, особо здесь я вам не порекомендую, потому что добавлять зелень в рис при варке будет невкусно, на мой взгляд. А если вы будете жарить уже с маслом, это уже не ппп продукт все-таки. Но, что можно сделать? Смотрите, есть низкокалорийный соус и без калорий. Также можно добавить какого-то мяса, например, ту же куриную грудку. Да, куриную грудку приготовим в специи, которую я вам посоветую чуть позже. Вот. Затем добавляем туда отваренный рис и получается отличный вариант перекуса. Уезжайте. На сегодня все. На этом с вами будем прощаться, питайтесь правильно и увидим в следующей программе. И вновь доброго утра. С вами утренний канал на Катоне 24. Мы готовим вкусный завтрак. Вас к хорошему дню. Напоминаем наши завтраки. Мы готовим сервисом доставки скатерть самобранка. Ребятки любезно привозят цветные рецептики с точным упоминанием, что нужно сделать с теми ингредиентами, которые есть в крафтовом пакете. И, в общем, завтраки, обеды или ужины, в общем, там по телефону заказывайте, заходите на сайт и вкусно завтраки обедайте или ужинайте. У нас в гостях сегодня лидер группировки Skype. Доброе утро. Эдик Фогель, который мы все будем и будем. Мы продолжаем будить сегодня у нас на студии. Что мы успели сделать? Мы нарезали кружочками цукини. Первое, что нужно сделать, для того, чтобы приготовить такую вот запеканку домашнюю. Натерли сырок, ты прям изорвал в клочья тимьянчик. Я старался. Нарезал репчатый лучок. У нас греется духовочка. И очень скоро, буквально через пару минут, мы замесим фарш, все уложим и будем завтракать. Сейчас на телеканале Катунь24 встанем новости. Ты новости вообще смотришь? Редко. Вот вообще. Редко, редко. Нет, просто редко. Сейчас придется. Хорошо. Сейчас узнаем, что интересного произошло в Алтайском крае за последние 24 часа. И продолжим готовить. Оставайтесь с нами. Доброе утро. С вами утренний канал на Катунь24. Мы готовим вкусный завтрак. И вас к хорошему дню. Сегодня у нас запеканка с говядиной и сыром гауда. В гостях лидер группировки Skyf Эдик Фоггелей. Мы продолжаем. Что мы делаем сейчас? Что? И будем мясо месить. Слушай, ты у нас какого-то настоящего мужчины. Больше мяса месить? Все понял. Давай вот эту говядину в миску. Туда же лучок. Туда же тимьян. И это. Прям все так подружить, короче. А лук прям ему не надо будет нарезать? Слушай, вот такая тоже интересная нарезка. Рекомендую мясо сочнее, чем если нарезать его кубиком. В рецепте указано, нарезать мелким кубиком. Но есть мнение у поваров. Представьте, программа 5 лет веду, я сплю и мне снится, как бы такая, что я замы вот так и вот тут и вон там. В общем, добавлять в фарш именно лук полукольцами. Полукольцами? Да, потом он будет, когда будет выпекаться, запекаться с мясом. Буду знать. Сочным-сочным. Буду знать. Сочным-сочным тимьянчик и по вкусу посолить на твой. Солить это не ко мне. Точно? Да? Тогда так, на глаз. На чей, на твой? Давай, мама. Давай. Откроется посильнее. Третий. У нас хотя бы скоро будет номеролог. Так. У нас есть номеролог. Это что? Это кто? Это кто? Татьяна Соломонова. Так. У нас в новом сезоне. Персонально практически для каждого. Просчитывая цифры и рассказывает, что я тут цифру от 1 до 9 будет ожидать сегодня. Да? Слушай, сколько я смотрю. Я каждый раз такая, ну вот, думаю, так, Таня, давай. Там у меня такая моя цифра, там, семерочка. Я такая думаю, что там, что там меня ожидает. Она такая, Лена, сегодня там тебя ждут. В общем, давай посчитаем твою. Скоро будет номеролог, заодно, кстати, посмотрим, что тебя ждет. Давай, там нужно сложить, то есть, число, месяц и полностью год рождения. То есть, 1900 там, там, 8 какой-то там. Я могу тебе помочь. У меня есть телефон с документом. Я обычно, как бы, мы развлекаемся с гостями. 12, 0, 9, 1973. Так, 1 плюс 7 плюс 9 плюс 1 плюс 9 плюс 7. 1900 сколько? 73. Так. 0. Ой, единичка. 1 плюс 0, 1. Сейчас, чтобы единичку ждать, единичку у тебя, короче. Единичка. Там 37, двойное число, то есть, десяток нужно еще раз сложить до единицы, грубо говоря. 3 плюс 7, 10. 1 плюс 0, 1. Значит, твоя цифра единичка. Будешь ждать, если ты так какие-нибудь там, будешь женские журналы перелистывать. И там такие, что же там, в общем, твоя судьба, и там, в общем, вот, любимый. Единственное, сейчас узнаем. Ты солил? Нет. Мы же договорились, на глаз. Давай. На третий. На глаз. Нумеролога нашего. Танечка, присти. Сейчас мы тебя посмотрим. Так. Давай еще. Ну, что кто-то. Потом еще мазиком шлифанем сверху. Я думаю. Вот тогда у нас точно все получится. Так, как бы все получится. Мы же с самого ранка готовим. А там указано на пакете. Да и вообще, готовить сказочно легко. Прямо выйди-ка на пузички. Вот тут прям. Да. А тут вообще дейнджерас и опасность. У нас сегодня мужчина на кухне, который сейчас нам это все мясо замнет. Замнет. Замнет, замясят. Все. Практически все перемешали. Будем сейчас все укладывать. Смотрим. Нумеролога. Татьяна, рассказывайте, что нас всех сегодня ожидает и дальше мы продолжим готовить. Оставайтесь с нами. Доброе утро. Меня зовут Татьяна Соломонова и я нумеролог. Нумерология давно зарекомендовала себя как очень точный инструмент, которым плодотворно пользуются психологи, педагоги и бизнесмены. Она позволяет заглянуть в будущее и решить множество важных проблем. Что я точно могу, так это работать с людьми и числами. А еще видеть возможные варианты развития событий. Признайтесь честно, интересно? Так давайте считать. Все, что вам потребуется, это узнать ваше главное число. Сложите все числа вашей даты рождения, день, месяц и год. У вас получится цифра от 1 до 9. Если у вас получилось двузначное число, например, 13, сложите 1 и 3. Сложили? Тогда поехали. Если ваше число 1, люди, традиции, искусство и материальная культура, все сплетено воедино в ткани, которая зовется жизнь, все важно в ней. Только изучая, можно понять, только понимая, можно наслаждаться жизнью. Если ваше число 2, наконец он настал, день неограниченных возможностей и успеха, вы убедитесь, что теперь вам незачем беспокоиться о своем финансовом положении. Все, что вам нужно, окажется под рукой. Если ваше число 3, завершается старый этап и начинается новый, подготовьтесь внутренне сегодня, чтобы действовать решительно завтра. Если ваше число 4, откликайтесь на все новые проекты, идеи и предложения, но остерегайтесь мошенников. Вы сумеете быстро раскусить сомнительную личность и не станете терять время на таких людей. Если ваше число 5, сотрудничество, а не лидерство, вы поступите разумно, если всячески поможете людям, которые обратятся к вам сегодня за помощью или советом. Если ваше число 6, поделитесь с другими людьми вашими идеями, размышлениями и надеждами. Тот, кто может вам помочь, наверняка окажется в их числе. Если ваше число 7, пришло время браться за работу. Настал день упорного труда, который позже будет вознагражден, а значит, это весьма целесообразное применение ваших сил. Если ваше число 8, выражайте свои мысли свободно и прямо, и тогда знание и опыт откроют вам дорогу к успеху. Пусть авторитетным людям станут известны ваши возможности и взгляды. Если ваше число 9, замечательное время отдохнуть и обрести душевный покой, а также насладиться взаимопониманием с тем, кто вам дорог. Окружите себя красотой и уютом. С вами была Татьяна Соломонова. До завтра. Продолжаем. В общем, запомнил, что сегодня единичку ожидает? Да. Проверь. Анечке нашей отзвонишься? Хорошо. Отзвоню, скажи. Скажешь. Смотри, нам нужно еще и полировочные сухари перемешать вместе с нашими мясками. По рецепту далее готовим вот эту заливку для запеканки вот в еще одну миску. Мы переливаем молочком. Запоминай, будешь Машке своей готовить. Особенно с молоком. С молоком. Так, яйцо. У нас тут два яйца, значит, двумя. Два яйца добавляем. Что дальше мы подбираем? Слушай, такая будет история интересная. Томатную пасту туда же. Сейчас будет, конечно, интереснее. Ну, слушай, говядина, в принципе, тимьян, томат. Все логично. Зала пирамидам, думаю, ну, ничего не вкусного. Я уверена, потому что мы не первую неделю готовим с капельской самобранкой. Все очень вкусно. Настолько, что иногда вкусу думаешь, блин, а как это сочетается? Потому что офигенно. Так, томатную пасту, соль, перчик по вкусу. Ох, это соль, это соль. Слушай, ну, давай. Все, мы тут с рецептом более-менее разобрались. Дальше продолжим. В породе получилось. Так, конечно, получилось. Ну, там есть у нас полотенчик, можно протереть ручки. Целый мужчина на кухне. У тебя есть какие-то татуировки, я смотрю. У нас буквально вчера к нам на огонек забегал Саш Пикси. Татуировщик. Рассказывай, где ты свои шрамы заполучил. Это долгая история. Прям очень долгая. Какая-то, вон, какая-то 38 картина. Поющая собака. Это поющая собака. Покажи, покажи, вон, 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 на камеру. Поющая собака. Поющие песи. Да, все. Это ты? Ну, почти. Ну, по собаку хотя бы расскажи историю. Да, просто увидел, картинка понравилась. Так. Вот, обратился к ребятам. А ты такие, говоришь, сейчас они к ним и тебе и собаку, и кошку. Слушай, а домашние животные какие-нибудь у вас есть? Да, есть. Кто? У меня две собаки. Две? Кто? Какие? Одна собака Питбуль. Но он добрый. Он просто вообще, он самый добрый Питбуль. У него есть миски, таскают все. Вороны, собаки к нему приходят. Как звать? Зовут его Бач. Бач? Да. Точно, он прям, это как есть картинка, осторожно, злая собака. Не такая, знаешь, собака там, в общем, это, сетка рабица, она такая, улыбка такая. Очень, 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 очень дружелюбный, все. Хозяин есть. Ну, наверное. А второй кто? Второй, наверняка, какой-нибудь Шкод. Шкодина. Второй, я вообще думал, что это, кто он, дал, нет, как же его называют. Это он Бермандо, да, ломать. Не, 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 кремового такого цвета-то собаки. Лабрадор. А в итоге оказался кто? Это простая дворняжка. Ну, я когда увидел его там, у него такие были грустные глаза. Ну, короче, забрали его к себе. Так, и как это вызовет у нас персонажа? Крем. Крем? Да, он кремового цвета, поэтому. Бач и крем. Бач и крем. Они дружат? Они дружат, они бегут. Я боялся, что, думаю, все равно как-то будет реновать там бач. На вторые сутки смотрю, этот крем уже вылазит из его будки, то есть, он там спит у него, асиму, холодно. Все. И поет, и собаки у него, и... Кошка. И... И... И лысая кошка у тебя. Кошку давай как звать? Клепа. Клепа. Общательно. И виноград, и сады, и... Рыбки, лягушка. И... Все? Да. Все живут. И рыбки, и лягушка, и кошка, и две собаки. Да. Поэтому... И жена. Да. И уча. Слушай, вот это у нас сегодня гости песни поют, и джингл для утра нам в новый сезон написал. Так получилось. Классно. Случайно. Что мы сделали вот здесь? Вы напомним, будем сейчас уже скоро собирать нашу суриканку. Смотрите, здесь у нас молочко, два яйца, томатная паста и немного соли. Все, сейчас это выложим в форму, зальем и будем выпекать. Духовка греется. Смотрим еще одну рубрику утреннего канала, и у нас тут такая прям уже финишная прямая. Оставайтесь с нами. Доброе утро, друзья! Доброе утро, Алтай! Я Кристина Кучер, и сегодня у нас замечательная вновь рубрика «Поехали!». Сегодня мы в гостях у Оли Грушиной, у певицы, очень талантливой девушки. Ну, еще вот она и автоледи. Автоледи еще блогер, филантроп. Стерва. И лингвист. Вот такое у нас сегодня разнообразие профессий в одной машине. Оля, доброе утро! Доброе утро! Мы уже поехали с тобой. Да, да, да. Оль, первый вопрос. Какой у тебя водительский стаж? Ну, я, если честно, не знаю, что ответить, потому что, ну, права я получила пять лет назад. А водить я стала недавно. Ну, в смысле, я купила машину в мае. До этого мне добрые люди давали свои автомобили. Оля, ну, это будет преступлением, если вот ты сейчас что-нибудь нам не споешь. Я вообще не люблю петь за рулем. У меня обычно друзья мои, певцы тоже, они всегда орут, прям глушат просто меня своим вокалом. А я не люблю петь. Только птицы знают, видят свысока, в небеса впадает, впадает любовь река. Мы с тобою сами, словно берега, и течет над нами, под нами любовь река. Вот так вот. Доброе утро! Все, отлично. Расскажи мне, а где у тебя находится запаска? Ты вообще в курсе? А мне ее нет. О, боже, я сказала, это на кадре. Да, у меня нет запасного колеса, и до сих пор я не купила аварийный знак. Но зато у меня есть огнетушитель. А водительская сумочка волшебная, сапсочка есть? Есть, есть. Так там у тебя должен быть аварийный знак, у тебя откроется. Да? Вообще-то да. Ой, слушай. Такой специальной штучечки, оно у тебя должно быть. Подожди, в такой оранжево вытянутой, наверное, нет? Да, это и есть аварийный знак. О, значит, оно у меня есть. Знаешь, что оно у тебя есть? Классно вообще. Вот видишь, как полезно иногда со мной ездить. Я раскрываю очередные вещи. Да, вообще. Водители из соседних автомобилей узнают ли тебя? Да я не могу сказать, что они узнают, но очень вежливо со мной всегда. Меня никто там не подрезает, всегда уступают. Но я еще такое делаю, милое лицо, типа, пожалуйста. Или там могу открыть окно, там. А сейчас я здесь могу, или я его поверну там, или направо? Они говорят, да, конечно, можешь, давай, езжай. Я Оля Грушина. И они, ой, не уснули. Проезжайте, проезжайте, все отлично. Ну, всякое бывало, конечно. Ну, у нас город небольшой. Я часто очень встречаю своих друзей просто на дороге. Очень был смешной случай недавно. Летом это произошло. Мы встали на светофоре, это был вечер, я поворачивала голову так на право, и просто мой бывший парень целуется с какой-то девушкой. Девушкой, да. Какой он? Ну, я так попыталась даже открыть окно и сделать такое лицо, типа, как ты можешь? Но он не увидел меня, а я очень сильно смеялась, да. Ну, мне было очень смешно, это забавно. И ты сделала, и проехала еще раз несколько раз возле этого места, чтобы он тебя увидел. И так вот, и чтобы челюсть у него свело. Нет, я просто ему потом рассказала, он посмеялся. Ну, в смысле, мы с ним поддерживаем отношения. Вот такие вы парни коварные. Я считаю, что расстался с человеком, уехал в другую. Сел в ракету, улетел на другую планету. Нечего тут. Оль, так как мы выходим с утра, у нас с тобой тут позитив уже зашкаливает в автомобиле, точно так же, как и блондинистый, один квадратный метр. Нужно что-то нашим замечательным телезрителям, барнаульцам, жителям всего Алтайского края, ну, вот сказать какое-то, наверное, напутственное слово на целый день. Ох, ребята, я считаю, что осень – это прекрасное, просто потрясающее время года. Время года, когда все краски природы играют невыобразимым образом, когда настроение должно повышаться просто от того, что ты вышел на улицу, ты видишь это все разнообразие цвета. И я желаю вам до конца этого года исполнить как минимум по одной какой-нибудь мечте, какому-то очень яркому желанию и вот всегда оставаться в хорошем настроении. Оля, сейчас было ограничение скорости, ты видела? Нет. 50? А, ненормально, я же ехала 60. И соблюдать скоростной режим. Я же ехала 60. И сейчас мы стояли еще на зеленом. Ничего страшного, ребята простят меня. Ну, мне нечего добавить к словам Ольги. Да. Я желаю ей водительского светлого пути дальше, а вам, дорогие мои, я желаю хорошего и доброго дня. С вами была Кристина Кучер, мы были в гостях у Оли Грушиной. Всем пока-пока. Ребята, пока, спасибо. Продолжаем. В общем, появилась у нас форма для запекания, сейчас я смажу растительную маку, мы будем с тобой закладывать мясо, кабачки и все это отправим в дух из. Угу. Есть. Не собираетесь в какую-нибудь там Москву или в страну переезжать? Нет. Никуда не поедете. Ты знаешь, есть уже, точнее, ну, как правило, то есть кто-нибудь там пойдет, поедет, шишек набьет, беремете. Вас здесь любят? Я люблю свой город. Раступаршему заменялся. Тут, да, его. Как его делаем? А мы прям так и да, и разровняем. Это может быть еще даже ложечку подойти, чтобы поудобнее было. Вообще смотри, как тебе, как лучше. Потому что, как правило, ты какой-то молодняк, у вас в группе много кого есть. и скрипачка, и там, и тромбоны, и саксофоны. Как часто люди уезжают, куда они к вам возвращаются? Состав у вас прям... Меняют состав. Как бы, ну, периодически. Самые старенькие, кроме тебя, вот, жены твоей солистки. Кто у вас еще такой прям старенький? Влад. Влад саксофонист. Саксофонист. Да, сейчас он играет на альту. Альтушка. Это это? Маленький саксофончик, наверное. Мораль. Еще раз такая девочка, прям мне понравилась, когда на записи были, скрипачка, слушайте, прям ее не остановить. Прямо и скачет. И рэп у вас читает, там есть... Специально обученный, специально обученный рэпер. Специально обученный. А как, есть какой-то кастинг, ну, вот, знаешь, такой, типа, нам нужен, там, допустим, ну, кто-нибудь. Как вот вы выбираете себе, вот, вот, кого-то? Да там много, на самом деле. Ну, как бы, это сложный процесс, если кого-то выбираешь. Во-первых, мы очень много мотаемся же вместе, да? То есть, должен быть, помимо того, что музыкант сильный, еще и человек хороший. Ну, да. Уложили мы кабачки, сырок. Слушай, должно быть вкусно. Как-то готовить запеканку с вашим индейкой было невероятно. Я уверена, что сегодня это вот тот случай, когда мы, это, знаешь, пальчик из тобой, так вот прям, оближем, попросим еще добавки. И ни с кем не поделимся. Стрескаем все сыр. Вот так. И заливаем вот этой вот, вот этой всей штукой, чтобы у нас схватилось все. Так. Давай, 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 давай. Она все должна нам на все хватить. Отлично. Отлично. Духовку мы включаем на 180-190-200 градусов. Берем. И на 25-28 минут рекомендуют нам по рецепту убрать туда эту самую нашу запеканочку. Так. Ставим осторожно, чтобы не обжечься. Все, 30 минут. Время пошло. А? Да. Почти в смысле готово. Вот смотри, ты у нас с собаками, с кошками, человек женатый, все с женами, не с женами ходят по магазинам, по всяким бутикам. Ты вот как к этому? Ты вот тот человек, который, знаешь, сидит, такой, господи, да когда же это закончится? Или как? У нас просто рубрика модный прогноз, вот этот поджимает, что думаешь, я эти вопросы задаю? Нет, уходим с женой время от времени, правда редко. То есть ты не из тех, кто такой, боже, я не хочу, и тебя тут тащат, ты такой, знаешь, в телефоне сидишь, там где-нибудь, знаешь, там. Ну, бывает момент, бывает момент, когда я могу так. Да, да, да. Все в клево. Ну, любишь по магазину ходить? Ну, ты говоришь, я сегодня к тебе пришла, говорит, Лен, первую футболку, вот какую было, с опасностью. Напялил, я и побежала. Ну, тебя просто что ж нажал зад. Ты модник вообще? Нет. Под лицу все к лицу. Я думаю, что ты. Ну, вот, в общем, да. У нас есть модный прогноз, у нас есть погода за окном, есть у нас эксперты, которые погоду с одеждой, так, чик, в общем, какую-то так вот, и говорят, вот сегодня лучше надеть свитер, там были джинсы. Смотрим модный прогноз. Ну, кстати, будем уже завтракать. Буквально через несколько минут, через несколько десятков минут. Оставайтесь с нами. Моника Белуччи, Бриджит Бардо, Софи Лорен – это далеко не весь список звезд, которые так любят платье в горох. Как правильно его носить, чтобы выглядеть стильно, смотри прямо сейчас в свежем выпуске модного прогноза. Горошковый принт – нестареющая классика, однако дизайнеры до сих пор экспериментируют с формой, цветом и фактурой ткани. Так появляются новые наряды и сочетания по типу платья плюс шузы или кроссовки, но неизменным и самым женственным вариантом остается платье в горох и туфли-лодочки. Интересное решение и, кстати, тренд 2018 – лифт с запахом выгодно подчеркнет любую фигуру. Поясок отметит идеальную талию, юбка миди свободного кроя с небольшим разрезом сзади не будут сковывать движения при ходьбе. Такой нежный образ дополнит небольшая сумочка нюдового оттенка, но главное не переборщить с нюдом и разбавить образ, например, ярким пальто оверсайз холодного розового оттенка. Мягкая шерстяная ткань согреет вас, а цвет икрой идеально подойдут к элегантному образу. В таком виде можно сходить и на прогулку, и на вечеринку, и на свидание, и даже на работу. И вновь доброго утра, с вами утренний канал «Накатунь24». Мы готовим вкусный завтрак, и вас к хорошему дня. Все, посмотрели модный прогноз? Поняли, что нужно нам нарядиться, надеяться? сегодня и пойти по делам. И достали уже, прям даже чуть-чуть уже так. Вкусно пахнет. Остудили нашу запеканку. Все, пробуем. Это ровность пинзам, держи. Два удара, восемь дыр. Да, пробуем. Давай. Ну-ка, должно получиться нежно. Посоли хорошо. Да. И мягче чувствуется, который ты нарвал. Я начинаю просыпаться. Ты вообще мясоед? Да. То есть, как бы не то, что там ты. Ой, мне пожалуйста, огурчиков. Нет. Я пельмени люблю. Пельмени? Да. Ем их всю жизнь и готов. Лепишь? Нет. Покупаю. В магазине? Да. Ну, просто по Новый год обычно ищем жертву. Вот я спалился, да? Кто бы к нам пришел, там, ну, на 31 декабря в утро, может, у нас немножко сюда налепил нам пельмени на программе. И какой-нибудь байк потравил. Вообще, если что, Эдик, знай, что ты у нас на карандаше. Мы Новый год будем здесь в Барнауле работать. Так. Поэтому можно будет первого лепить. Пельмешки. Да. У нас такая традиция наутрия. Каждый наш гость под занавес уже всего говорит что-нибудь хорошее нашим зрителям. Вот такое прям для поднятия бодрости духа. И мы идем. Да? Пить чай, да. Говори. Ребят, ну, всем еще раз добрым утром. Всем хорошего дня. И всего-всего самого хорошего. Больше мне ничего в голову не идет, если тебе. Поэтому всем счастливо. Просыпаемся. Вместе с тобой. Вы, ваша группировка, еще будете в нашем музыкальном будильнике. Будете будить там всех наших зрителей. Поэтому на сегодня все. Всем желаем отличного дня. Приятного аппетита. Увидимся завтра. Пока. В общем, я сейчас включу. И ты мне такое нам всем. Для поднятия настроения. Песня такая прям огонь. Напоешь, а я тебе так это. На бок вокале, на подтанцовке. Как у Льва Лещенко это. Постаю. Итак, мы сейчас начинаем. Раз, два. Открывай глаза. Уже снит будильник. Всю ночь без тебя скучал холодильник. Горячий кофе с икрой бутерброд. Начальник тебя на работе ждет. Да, доброе утро. Отлично, Ваня. И дальше не помню. Так. Как минимум тебе еще там сколько? Там сотен рук шлет аплодисменты. Вот такую вот штуку скоро можно будет наутре услышать. Ну а вот этот вот джунгл, который сейчас у нас этот фоном играет, как раз от вас. Нам. Все хорошо. Который канал. Который канал. Субтитры подогнал «Симон»